26 интересных фактов о зебрах. Удивительные животные зебры интересны не только своим необычным внешним видом, но и развитым интеллектом. Умные и более-менее подающиеся приручению, эти создания во многом напоминают современных лошадей, но все-таки ими не являются. Конечно зебры не сыграли такой роли в развитии человечества, как лошади, но это не делает их менее примечательными животными, заслуживающими самого пристального внимания. У них общий предок с лошадями и ослами. Эти виды разделились около 4,5 миллионов лет назад. Зебры могут приносить потомство, скрещиваясь с ослами и лошадьми. Потомки от зебры лошадей называют зеброидами, и они пользуются популярностью в некоторых странах Африки, благодаря своей выносливости и устойчивости к укусам мухи ЦЦ. В мире существует три вида зебр, и несмотря на внешнее сходство, с точки зрения генетики друг к другу они не ближе, чем к обычным лошадям. К зебрам относились и кваги, животные, вымершие в конце 19 века. Сейчас их пытаются возродить биологи и селекционеры. Горные зебры живут в горах на высоте до двух километров над уровнем моря. Единственный континент, на котором на воле водятся зебры – Африка. В природе эти животные живут небольшими группами, состоящими из одного самца, нескольких самок и их детенышей. Беременность у зебр длится дольше, чем у человека, около 12 месяцев. Детеныш зебры уже спустя час-полтора после рождения может бегать. Полосы на шкурах этих животных также уникальны, как отпечатки пальцев у человека или узор из полосок на шкуре тигра. Как и лошади, зебры обычно спят стоя. При беге они способны развивать скорость до 50-60 километров в час. Дикие зебры плохо подаются приручению, но жеребенка, с детства воспитываемого среди людей, можно приручить. Ученые до сих пор достоверно не знают, почему в ходе эволюции зебры стали полосатыми. Когда стадо этих животных пасется или отдыхает, пара из них всегда стоит на часах, зорко осматривая окрестности на предмет подкрадывающихся хищников. У самцов зебр есть острые клыки, которых самки лишены. Самцы используют их во время драк с соперниками. Самки зебр моногамны, они следуют за своим самцом на протяжении всей жизни. А вот у самцов всегда есть гарем из самок, не связанных между собой родственными узами. Благодаря острому зрению и великолепной памяти зебры, легко узнают друг друга по узору полос на шкуре. Их желудок способен переваривать даже самую грубую растительную пищу, малопригодную для других травоядных. Ни слепные, ни смертельно опасные мухи ЦЦ не кусают зебр, так как при их зрении последние кажутся им мельтешением черно-белых полос. Два из трех видов зебр занесены в международную красную книгу как виды, стоящие на грани исчезновения. В поисках пищи зебры обычно кочуют, но если вокруг много доступной еды, они могут перейти на оседлый образ жизни. Вывести полностью домашних зебр люди пытаются на протяжении нескольких столетий, но пока безуспешно. Кожа этих животных полностью черного цвета. В Древнем Риме дрессированные зебры часто были участниками цирковых представлений. Эти животные катаются по земле, в пыли, чтобы избавиться от насекомых паразитов. Спасибо за просмотр, если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Всем пока!